Закрывшийся Красноярский бар Элтон, где прошла скандальная вечеринка с травести шоу 23 февраля, оштрафовали почти на полмиллиона рублей за пропаганду запрещенного в России ЛГБТ-движения. При проверке подозрения силовиков и тех, кто жаловался на заведение, подтвердились. Суд Советского района вынес решение о штрафе и признал дирекцию бара виновными в административном правонарушении. Напомним, в клубе на аэровокзальной провели вечеринку, во время которой на сцене выступали накрашенные мужчины в костюмах, похожих на военную форму. Владельцы заведения заплатят за это 450 тысяч рублей. Ну а далее еще несколько новостей коротко. Смертельная авария на трассе Красноярск-Ачинск в Козульском районе. Предварительно водитель Нивы выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Scania, который отлетел в Тойоту. В ДТП сразу погибли водитель и пассажир Нивы. Фура разорвала авто на части. На трассе образовалась пробка в обе стороны. На месте пришлось дежурить сотрудникам ДПС. Ветлужанки сдают в аренду землю с недостроем. Это заброшенный корпус аграрного университета в народе чертуха. Застроить хотят район улицы Елены Стасовой недалеко от высоток и березовой рощи. Территорию почти в 4 гектара отдадут под КРТ, сообщает Краевой Минстрой. В перспективе это не менее 28 тысяч квадратных метров жилья. Начальная цена торгов 17 миллионов рублей. Кроме домов на участке через 6-7 лет должны появиться спортплощадки и прочие объекты инфраструктуры. Ветераны боевых действий, члены семей участников СВО могут получить компенсацию оплаты за свет в частных домах. В Красноярске вступило в силу новое постановление. В документе расширен список категорий горожан, которые имеют право на частичную компенсацию расходов на электричество для отопления частного дома. Прием документов уже идет. Подробная информация на сайте мэрии. Обещанную жителям дорогу на мясокомбинате пока строить не будут. На это нет денег. Речь о проезде вдоль реки Бугач. Дорога ведет сразу к 14 высоткам. От Норильской 18 до 54 дома. Сейчас это стихийный разбитый проезд. На балансе города он не стоит. Планы по его благоустройству отложили на неопределенный срок. Жители собирают подписи на имя губернатора. В Красноярске официально закрылся каток на острове Татышев. Лыжню в парке тоже обновлять больше не будут. По подсчетам дирекции за сезон каток посетили более 70 тысяч раз. В этом году кроме льда на спортобъекте обновляли локации. В информационном центре сделали неоновых сусликов, новые камеры хранения, закупили айс-ходунки для самых маленьких.